Здравствуйте! В ближайшие 20 минут о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВИН, в студии Станислав Юдин и вот некоторые темы этого выпуска. Шерлок Холмс и Менделеев в одном лице. В первый день весны криминальные эксперты НВД России отмечают свой профессиональный праздник. Юбилей на пике производства. Электросталеполовильный цех Магнитогорского металлургического комбината отмечает свое десятилетие. Проедем по трассе, спустимся с горы и доплывем. В Магнитогорске и на Банном продолжаются зимние троеборья сотрудников ОАО ММК. А сейчас о событиях и других событиях более подробно. Сегодня отмечается профессиональный праздник сотрудников всех экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел России. Именно 1 марта 1919 года в системе уголовного розыска был создан кабинет судебной экспертизы. Какие сегодня задачи стоят перед экспертами-криминалистами, выяснил Павел Берсенев. Работу эксперта-криминалиста переоценить сложно. От того, насколько качественно будет исследовано место происшествия, какие данные будут получены в результате экспертизы, зависит ход всего расследования. Поэтому мелочей здесь не бывает. Хороший эксперт-криминалист одновременно и Шерлок Холмс, и Менделеев. Нагрузка на экспертов ежегодно нисколько не уменьшается, наоборот, и становится больше. Плюс стараемся развивать направление деятельности, то есть появляются новые виды исследования, люди постоянно обучаются. Вот здесь расположена святая святых экспертно-криминалистического отдела, химическая лаборатория. А вот этот аппарат называется хроматомаз-спектрометр. С его помощью можно определить химический состав практически любого вещества. Например, он просто незаменим при исследовании синтетических наркотиков. Прибор очень чувствительный. В веществе содержится компонент, масса которого 10 минус 12 степени. Данный прибор такой компонент может определить. Однако, каким бы сложным и современным не было оборудование, самое ценное в экспертно-криминалистическом отделе – это люди. Хороший специалист на вес золота. Например, Людмила Зоркина – эксперт в области почерка. И определить, кто автор рукописного текста или выявить поддельную подпись – для нее не проблема. Исследуя рукописные тексты и подписи, мы выявляем исполнителей. То есть, определяем по необходимому количеству признаков, которые мы выявляем, значит, определяем этим лицом выполнена подпись или рукописная запись, или другим лицом. Сегодня в Магнитогорске трудится почти 50 экспертов-криминалистов. И благодаря их работе были раскрыты тысячи различных преступлений. И сегодня, в свой профессиональный праздник, они на работе. Лучшее доказательство, что на службе у Фемиды нужные люди. Павел Берсенев, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. Магнитогорское объединение защиты прав потребителей предупреждает предпринимателей города, что в последнее время участили случаи мошенничества. Некие личности пытаются продать бизнесменам информационные материалы для стенда «Уголок потребителя». Подробности в нашем сюжете. Предпринимателю Татьяне Никитиной, владелице одного из магазинов по проспекту Ленина, позвонила женщина и, назвавшись представителем объединения защиты прав потребителей, сообщила о грядущей проверке, которую ОЗПП якобы проведет в ближайшее время в том районе, где находится фирма Татьяны. Они как сказали, вы обязательно должны проверить, все ли у вас соответствует действительности, и если какие-либо документы у вас устарели или содержат неверные сведения, то можете обратиться к нам. За 2000 рублей мы предоставим полный пакет документов, и наш курьер бесплатно их доставит до вашего помещения. Татьяна, у которой, к слову, уголок потребителя был в полном порядке, усомнилась в чистых помыслах звонившей и обратилась в городское объединение защиты прав потребителей, где и сообщили, что подобных услуг ОЗПП никогда не оказывала и оказывать не собирается. По словам председателя объединения Владимира Зяблицева, такие случаи уже были, и вот новая волна мошенничества. Не покупайтесь в данном случае на такие предложения, потому что самозванцы, они бывают в разных отраслях, они либо предоставляются соцработниками, либо медицинскими работниками или еще каким-нибудь, чтобы втереться в доверие предпринимателей, снять определенного рода психологический барьер и дальше уже продать им этот уголок потребителя, прикрываясь, опять же, значимостью, как общественно имеющие хорошую репетацию организации. Галина Смирнова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. В электростолеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комбината состоялся торжественный митинг, посвященный первому юбилею цеха. Десять лет назад вышел приказ о создании нового цеха, который до этого был Мартыновским, и пущена новая мощная современная электропечь. Рассказывает Александр Власюк. Первым этапом в преобразовании первого по номеру и последнего остававшегося тогда на комбинате Мартыновского цеха в электростолеплавильной стал пуск в 2004 году ко дню металлурга машины непрерывного литья заготовок. В мае 2006 года завершено строительство и начатое производственное испытание электродуговой печи первой из двух предусмотренных контрактам с фирмой Пифестальпины. Горячее опробование агрегата состоялось в конце апреля. Электропечи завершат создание нового завода на территории Магнитогорского металлургического комбината в составе электростолеплавильного и полностью обновленного сортового цеха. Прежде всего это экономика. А если это экономика, то это новые сегодня технологии, которые действуют в мире, мы идем по этому пути. А раз это новые современные технологии, то это, конечно, экология. 1 марта 2016 года день рождения, день юбилея электростолеплавильного цеха Магнитогорского металлургического комбината. 10 лет назад был создан административно новый цех и пущена в бывшем Мартеновском цехе новая мощная современная электропечь. Полностью завершенный электростолеплавильный комплекс со всей энергетической инфраструктурой и очистными сооружениями. Сегодня мы отмечаем юбилей, потому что 10 лет назад была проведена масштабная реконструкция. Были заменены экологически тяжелые сталиплавильные бригады на современные дуговые печи. Была введена в работу мощная, современная, непечная обработка стали. Был осуществлен переход на современную, экологичную, экономичную, непрерывную разливку стали. Теперь это совсем другая технология, другой цех и другие условия туда в этом цехе. Я поздравляю всех с праздником! Электростолеплавильному цеху стабильной работы. Модернизация столеплавильного и сортопрокатного производства позволяет уже на другом уровне решать задачи уменьшения материальных и энергетических затрат, повышения надежности и качества технологического процесса, получения на высшего уровня качества готовой продукции, способной конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. К другим темам. Сегодня, 1 марта, отмечается Международный день кошек. Это праздники для филинологов, благодаря селекционной работе которых в нашей жизни существует такое огромное разнообразие замечательных пород домашних кошек. Но 1 марта важная дата и для тех любителей усатых-полосатых, которые занимаются спасением кошек, оказавшихся за бортом жизни. Больных, голодных, бесхозных. Со Светланой Кутузовой одной из магнитогорских волонтеров пообщалась Юлия Никифорова. Светлана Кутузова – представительница той самой категории неравнодушных людей, которые просто не в состоянии спокойно пройти мимо голодного и больного котенка или щенка. В небольшой квартире Светланы проживает дружная команда спасенных ею и ее единомышленниками животных – собака и четыре кошки. У каждого четвероногого своя история. Увы, грустная. В основном все кошки с улицы спасенные, кто-то там из-под машины. Татося вот была у нас с большим воспалением, два раза прооперированная, спасли ее, очень много людей помогало. Татося, которая действительно еще несколько месяцев назад погибала от кишечного воспаления, сегодня – одна из самых красивых светиных кошек. Абрикосовый кот Буч попал в руки Светланы, будучи разудранным собаками. В фотоальбоме девушки – фотографии тех четвероногих, которых в свое время удалось пристроить в добрые руки. Сегодня 1 марта, Всемирный день кошек. Хотелось бы обратиться к людям. Помогайте, не оставайтесь равнодушными. От животных вы получите море позитива, море эмоций. Они настолько добры. Это словами вообще не передать, сколько эмоций. Когда домой приходишь с работы, когда они тебя встречают. Мне кажется, человек так спасибо не скажет, как они благодарят за то, что ты для них делаешь. Если не я, говорит Светлана, то кто поможет больному животному на улице? И четвероногие действительно платят своей спасительнице любовью и пониманием. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН. О новостях спорта через несколько секунд. Продолжается зимняя троеборья сотрудников ОАО ММК. Напомним, в этом году традиционные соревнования включают в себя картинг, горные лыжи и плавание. Первые два этапа организованы на курортах озера Банная в санатории Юбилейной и ГЛЦ Металлург Магнитогорск. А заключительный этап проходит в аквапарке «Водопад чудес». Накануне там состязались подразделения главного металлурга. За соревнованием наблюдал Павел Берсенев. Эти зимние соревнования проводятся среди сотрудников комбината уже третий год. Однако раньше они включали в себя лишь две дисциплины – картинг и горные лыжи. Мы вышли с ассоциативой о проведении спартакиады по плаванию. Но в ходе работы рабочей группы было принято решение объединить эти соревнования и сделать место двоеборья, которое проходило на Банном, троеборья. У нас замечательные условия для отдыха. Чистейшая вода. Хочу заметить, что это вода вторая у нас по России после Казанского аквапарка по всем показателям. Поэтому милости просим и всегда вас ждем. Троеборья – наглядный пример того, что на ММК спорт и здоровый образ жизни в почете. В заплывах участвовали независимо от физической формы и возраста. Я председатель профсоюзного комитета Капрового цеха, поэтому я чаще всего вожу людей. Именно в этот аквапарк у нас здесь проходят праздники спортивные, семейные. Ездим на гор на лыжку. Так что спортом успеваем заниматься. По регламенту пловцы выходили на старт по двое. Однако, поскольку число участников было нечетным, Максиму Завирухе из кислородно-конвертерного цеха пришлось плыть дистанцию в городом одиночестве. Результат оказался неплох. Наплавал на серебро. Мне кажется, по одному вообще тяжелее плыть, потому что рядом соперника нет, не за кем гнаться. Так что я думал, что у меня хуже будет. Впечатление хорошее. Сам не ожидал такого результата, тем более второе место. Думал, в минуту не выплывал, а тут 40 секунд. Так что я, в принципе, доволен. Чересчур даже. Первым же среди подразделений главного металлурга стал Сергей Масьянов. Замкнул тройку призеров Александр Ющенко. Павел Брюсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tv-edifice-in.ru. Впереди вас ждет прогноз погоды на 2 марта. Всего вам доброго и до встречи. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра 2 марта в городе ожидается ясная погода. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 5-7 градусов. Днем 5 градусов ниже нуля. Прогнозируется очень высокое атмосферное давление 737-740 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин